Приветствую вас. Для начала хочется сказать, что психолог не может назначать препараты, не может выписывать лекарства. Это делает либо врач, психотерапевт, психиатр, либо клинический психолог, у которого есть для этого соответствующие полномочия. То есть, еще раз, психолог не может выписывать лекарства, какие бы они ни были. Далее, почему вы не пили выписанный вам препарат, как нужно было, как вам сказали его пить каждый день. То есть, обычно лекарства пьют как бы с курсами, да, то есть, ну, нужно попивать препарат курсом для того, чтобы был какой-то эффект, для того, чтобы, ну, чтобы был результат. Вот. Если вы не делаете этого, если вы не, значит, пьете лекарства, то, соответственно, вы ставите под сомнение свою, ну, линию поведения, свое здоровье, по сути дела. Вот. И здесь у меня к вам вопрос, собственно, именно такой, да, то есть, вот, почему не пили лекарства, вот. То есть, все взяли, да, самостоятельно тебе, там, назначили их, да, пить только тогда, когда прикваживают желудок. Ну, откуда это, потому что самодеятельность не очень понятна, если честно. То есть, это вот такой момент, да, на мой взгляд, важно. Значит, дальше, вы говорите, что у вас нет аппетита и, собственно, вернулись в па. А, опять же, момент здесь, какой, да, момент? А, момент здесь такой, что, ну, вот, вам повод назначил, да, или специалист назначил, ага, при, ну, при, ну, при борода, лечение, как бы. А, нужно, чтобы вы обратились сейчас, вот, к нему опять, вот, и, чтобы он вам, значит, что, наполнял вас, вот, и, чтобы сказал, что с вами происходит, потому что, ну, вот, по-другому, на самом деле, мало, мало реально, по-другому, что-либо сделать, да, потому что. А, если у вас было заболевание, то, соответственно, его нужно обраличивать, да. Дальше, значит, смотрите, такая история. Вы пишите на нервный почву, и у меня был гастрит, да, то есть у вас имели место быть нервные переживания какие-то. Вот, соответственно, о характере этих нервных переживаний вам и нужно работать с психологом, потому что это именно психологическая проблема, да, это именно психологический момент, и, соответственно, если на нервной почве, значит, вы находитесь в состоянии напряжения, находитесь в состоянии конфликта, ну, я не знаю, с собой, не с собой, ну, и там, может быть, с своими окружающими людьми, да, может быть, с чем-то еще. Вот, в любом случае, нужно обязательно это анализировать, работать с этим, если вы действительно хотите, что-то поменять, да, вот, ну, в своей жизни. Вот. Когда вы начали испытывать, ну, вот, нервное напряжение такое, постоянное, из-за чего оно у вас было, это нервное напряжение, вот, с чем оно связано у вас, вот, как бы, с этим мы работаем. И два панические атаки, да, страх, это, в сути дела, защитительная реакция против вот той ситуации, которую вы оказали. А если бы не, ну, если бы не, если бы не она, да, если бы не ПА, то вам, в принципе, было бы, ну, тяжелее еще, то есть, у вас, вполне возможно, было бы еще больше психостроматика, или, может быть, даже какое-то заболевание вам было более серьезное. Вот, ага, так, так, в принципе, вот, на данный момент можно говорить о том, что, ну, что вы пока еще, в общем-то, можете выйти из этого состояния с помощью психолога, да, но для этого нужно работать, для этого нужно работать, для этого нужно, так вот, развиваться, для этого нужно прикладывать определенные усилия, да, вот, и, соответственно, проводить анализ вашей жизни, ваших отношений, вашей позиции, вот, искать и смотреть, значит, негативные какие-то триггеры, да, негативные какие-то моменты, связанные с вашей жизнью, связанные с вашей, ну, моделью поведения, вот, все это нужно разбирать. Но, если у вас ПА, то, в первую очередь, конечно, нужно разбирать именно ПА. То есть, вот, ПА это защитный-защитный механизм, еще раз. Вам говорю, чтобы вы правильно это постарались понять. Вот, если вам разрешать врачу, чтобы он вам, ну, чтобы он посмотрел, вот, ваше состояние, вот, почему оно такое, что с ним можно сделать, не является ли это признаком, ну, какого-то другого заболевания, например, статус, ну, может быть. Вот, и если у вас все хорошо, то, соответственно, уже вам будет назначена психологическая помощь, вот, либо это будет психологическая помощь индивидуальная, либо это будет психологическая помощь грубовой терапии, да, то есть, это уже, как посчитает ваш специалист, ну, ваш врач, потому что именно врач назначает психологическое и медикаментозное лечение. Если мы говорим, опять же, о том, как все правильно, правильно можно, ну, можно и нужно сделать, то, знаете, ага, так, если вы считаете, что, ну, что, в принципе, вы можете справиться сами, да, с проблемой, ну, например, да, или если это вас волнует, так вот, ну, достаточно сильно. То есть, ну, понятно, что побеспокоить, ну, так, не очень, не очень сильно вас это беспокоит, да, например, например, ну, вот, если так, то, да, можете сами обратиться к психологу и поработать над причиной того, почему у вас было нервное состояние, да, из-за чего оно было у вас, с чем оно связано, ну, и так далее. Вот, все это, в принципе, в принципе, решаемо, да, все это вполне решаемо, вот, главное, чтобы у вас было желанно, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.